Играй с русской озвучкой уже сейчас! Rusdota2.ru Всем привет! С вами Дмитрий Кузьменко, проект русская озвучка Dota 2. Дота-блогов не было уже два месяца, за это время случилось столько всего интересного. Но те, кто следит за группой, те знают. Те, кто не следит, вкратце расскажу, что у нас начался второй сезон русской озвучки. Мы перешли на финансирование силами комьюнити, спонсоров и рекламодателей. У нас появились спонсоры, организация Price Gaming. Привет, Price Gaming, молодцы! У нас появились спонсоры в лице вас, в лице комьюнити. И у нас появились рекламодатели. Мы открыли нашу группу для рекламы всех расцветок и мастей. Значит так, и что мы добились за эти два месяца? Во-первых, благодаря комьюнити и Price Gaming мы озвучили 7 героев. Это огромное количество персонажей. Это почти 10% всей озвучки Dota 2. Сейчас, опять же, Price'ы проспонсировали еще одного героя. Вы его выбрали. Это будет Zeus. И у нас мы видим переговоры с другими спонсорами и с другими рекламодателями. В общем, много интересного произошло. И меньше, чем через месяц мы поедем в Valve. Прямо в Seattle, в офис заявимся и начнем с ними вести переговоры. В общем так, ну и давайте проведем Dota-блог. Вопросы я отбирал в нашем паблике ВКонтакте. Подписывайтесь на него. Там огромное количество всего интересного, уникальный контент, много всяких конкурсов и прочее-прочее. И, конечно же, озвучка. Итак, Андрей Кисель. Если по результатам голосования Шторм оказался вторым, значит ли это, что его озвучание будет в приоритете? Ну да, я вот тут упомянул, что мы проводили голосование, выбирали прямо из всех-всех героев того, кого мы сейчас будем озвучивать. Это, кстати, ну опять же спонсоры Price Gaming. И мы в итоге выбрали, ну там, пачку героев, среди которых был Никс Сессен, если мне не измят память. Ну Шторм, Зевс, кто-то еще был. А, Undying, по-моему. Ну вот выбрали лишь Шторм, Спирит или Зевса. Потом между ними было голосование, и выбрали все-таки Зевса. Ну, соответственно, да, вторым будет, видимо, Шторм, Спирит. По крайней мере, для него у меня есть уже актер. Вы все его знаете. Так, Даниил Трифилов. Как думаете, Гейб хочет развивать Дота Комьюнити? Ну, я, конечно, не Гейб, чтобы за него думать, но дело-то тут даже не всколько в развитии Дота Комьюнити. Как вы знаете, Дота — это коммерческие продукты, и люди, которые его создали, они получают доход с того, что вы пользуетесь этим продуктом. Соответственно, чем больше людей пользуются продуктом, тем больше разработчики получают доходы. И, конечно же, все разработчики всех всего мира заинтересованы в том, чтобы комьюнити по их играм было самым большим и охватывало как можно большее количество стран. Конечно, Гейб тоже, я думаю, не исключение. Так, Алишер Шормаков. Чем вы займетесь после озвучания Доты? Да мы и сейчас-то занимаемся многими вещами параллельно, и у нас мы и сами игры разрабатываем, мы озвучим другие игры, путешествуем, ну, в общем, что-нибудь придумаем. Дмитрий Прокофьев, сколько нужно вам заплатить, чтобы полностью проконтролировать озвучку персонажа? То есть вы хотите меня контролировать, но чтобы так получилось, вам нужно очень много заплатить. Даже мне страшно сказать, я боюсь эту сумму назвать, вы, наверное, с вами может что-то случиться. Дар речи потеряете. Антон Рыженко, приветствую, приветствую, Антон. Когда уже будет лаунчер на Linux? Ну, знаете, мы с командой обсуждали, с командой проекта Русская озвучка, и те ребята, которые играют на Linux, у них хватает, я думаю, знаний, чтобы установить озвучку вручную. Это первое. А второе, этих ребят все-таки не очень много, ну и как бы все это отнимает силы и средства, и создание этих новых лаунчеров, плодить их там на Mac, на Linux, на Windows, поэтому лучше просто дождитесь, пока она выйдет официально, и тогда не нужны будут вообще никакие лаунчеры. У нас и так с ними проблем огромное количество, потому что они же, озвучка-то много занимает, там уже сотни мегабайт, и когда вы начинаете ее скачивать, там какие-то дикие тысячи скачек, и сервера не выдерживают, в общем, сложно, все очень сложно с этим. То ли дело было вот наш мод для мира танков, который занимал там не помню сколько, ну там как бы представьте, там один персонаж был, его, ну, то есть абсолютно не было проблем. Так, Михаил Соковиков. Будет ли еще привлекаться помощь сторонних переводчиков, или этим заниматься будут только те, что сейчас делают переводы, был занят к дипломам и хотелось бы помочь? Ну, если вы хотите участвовать в переводе, участвовать в проекте, в работе проекта «Русская озвучка кто-то 2», то, пожалуйста, присылайте ваш перевод. Ну, скажем, ну давайте пусть это будет Doom. Переводите персонажа Doom, смотрите, как оформлены таблицы, они часто выкладываются в группе, и вот делайте красиво оформленные таблички, делайте свой перевод, только единственное, что вы должны также включать в свои таблички английскую версию, то есть идет английская версия и русская. Английская и русская, чтобы я как бы, ну, сразу видел ваши грехи и ошибки, которые наверняка будут, и в большом количестве. Сергей Горбачев, деньги, которые идут с рекламы, будут ли вкладываться в фонд озвучки? Ну, на самом деле, Сергей, денег еще особо-то много не идет с рекламой, мы только начали монетизировать, скажем так, наш проект, разумеется, какая-то часть денег пойдет на озвучку, какая-то часть денег от рекламы. Ну, это еще один повод всем вам репостить новости, репостить все, что угодно, там, не знаю, агитировать друзей за озвучку, вступать в наш паблик, потому что это, чем больше паблик, чем успешней паблик, тем больше рекламодателей он привлечет, и тем больше у нас будет денег на озвучку всех персонажей. Так, Олег Кустинов, сколько героев планируете озвучить до посещения Valve? Ну, я думаю, что 40, 40 такое число серьезное, то есть это уже даже не 20, не 30, а 40. Ну, и тем более, в принципе, у нас уже, ну, я думаю, что 40 героев точно озвучим, может быть, даже и больше. Ну, мы придем и гейб, гейб, we have 40 heroes. Так, ааа, как вы так смогли? Так, Вова Куркин, что вы будете делать в Сиэтле, кроме Valve? Ну, в Сиэтле мы будем 3 дня, 2 из которых мы запланировали на посещение Valve, вдруг у них там санитарный день или кварцевание. Соответственно, мы второй день к ним попадем. Поэтому, ну, опять же, я не думаю, что мы там будем сидеть целый день. Просто будем гулять по городу, нам очень нравится Сиэтл. Ну, вот я там был уже, я буду, по-моему, третий раз там, а Катя там была очень давно, в 11-м году, и вот она очень хочет. Прям вот, у меня такие впечатления остались о Сиэтле. Просто гулять будем, не знаю, ничего особенного. Эдем Ли, допишите ли вы предвестницу смерти и СФ, как обещали? Да, ради бога, мы допишем, но вот вы же сами видите, голосование-то проводилось. Там были и СФ, и Death Prophet, и, как бы, они и близко не были выбраны. То есть, ну, а так как сейчас комьюнити выбирает, в принципе, то, ну, вот выберите, сделаем сразу же. Так, Виктор Щеголь, Дмитрий, какие планы на лето, и какие героев собираетесь озвучить летом? Про июль в Америку это все понятно, желаю, чтобы вас приняли, спасибо. Но что будет в августе? Ну, так же все у нас будет, я думаю, что мы так же будем объявлять голосование на первоочередность озвучки героев. Ну, и посмотрим, что вы выберете, то и озвучим. Лилия Цветок. А, ну, вот я бы еще хотел сказать, что вот мне бы хотелось в Москву съездить, записать, наконец, уже этих наших топовых легенд, и богов дубляжа, таких, как Сергея Чунишвили, там, опять же, того же Александра Груздева на Тролля, и кто у нас был там? Ну, например, Всеволод Кузнецов, там, ну, там столько прекрасных актеров, которые только и ждут, чтобы их записали. Вот, например, Рудольф Панков на Некрофоса, представляете, было бы как здорово. Вот, ну, посмотрим. Лилия Цветок. Как готовитесь морально или физически к встрече? Ну, имеется в виду, наверное, к Valve. Ну, а что нам готовиться? У нас все уже приготовлено, у нас будет 40 героев. Как по сути, пока не готовимся. Ну, конечно, будем, я думаю, волноваться, когда уже будем сходить к офису. Пока, как бы, мы работаем, делаем свое дело. Пользователь с ником Рак Краю. Доброго или не очень доброго времени суток, ДК. Зачем в вашем паблике появилась реклама, куда идут эти деньги? Вы 90 тысяч рублей собираете на поездку в Москву, деньги на билет туда и входят. Туда входят? Вы говорили, что хостинг сайта теперь из фонда будет, а расходов его нет. Почему? Вы, наверное, бухгалтером работаете или учитесь на бухгалтера. Да, 90 тысяч, ну, мы такую мини-акцию проводим, что мы собираем 90 тысяч рублей на озвучку трех персонажей. Spirit Breaker, Тролль и кто-то третий-то? Третий из них, забыл кто. Ну, посмотрите, там написано. Вот, и мы собираем эти деньги, да, как только мы их наберем, эти 90 тысяч, мы сразу поедем в Москву и запишем. Что касается расходов на хостинг сайта, но их пока не было. Вчера, по-моему, я Табигату нашему программисту отправил за рублей 700, там, на... Ну, не успел еще и внести. Вот, деньги на рекламу. Ну, я отвечал, да, что какая-то часть рекламных денег, конечно, пойдет на работу по озвучке. Так, пользователь с ником не сузнамя. Здравствуйте, СМ. Какие плюсы дает сотрудничество со спонсорами, кроме денежных? Ну, еще денежный плюс, он сам по себе хороший плюс. А второй плюс то, что чем больше спонсоров, тем их будет больше и появляться. То есть, соответственно, каждый новый спонсор, он дает еще один импульс к развитию проекта, потому что мы записываем новых интересных героев, это прибавляет пользователей. То есть, все такое идет, как бы замкнутый круг, ну, в хорошем смысле. Стас Ясинский. ДК. Как вы думаете, Мария Цветкова-Овсянникова может ли озвучить спектру? Вы знаете, Стас, Мария может озвучить многих персонажей, но вот мы все-таки стараемся привлекать новых актрис. Потому что, ну, так интереснее, вот, когда абсолютно разные голоса, ну, за редким исключением, да, как вы знаете, там, например, у нас Елена Сафронова, она озвучила Королева Боли и Траксос. Вот. Ну, просто тут настолько и голос подходил, поэтому немножечко... И то мы их старались разводить, как могли. Вот. Рома Калугин. А, еще тут опять Рак Крайв пишет. ДК. Деньги народные почти кончились. Опять про деньги. Может, стоит придумать новый способ пополнения фонда? Возможно, создать продажу одежды, кружки с вашей символикой, где часть денег будет идти в наш фонд, или акцион фотографов. Да, ну, понимаете, можно, наверное, но всем этим надо заниматься. А когда же тогда делать озвучку? Рома Калугин. Здравствуйте, ДК. Озвучка очень хорошая. Теперь вопрос. Лаунч-развучки будет обновлен или изменен способ закачки или обновления? То, как... А то так... А то так и так все время. Я очень понимаю. Ну, вы, наверное, имеете в виду, что он иногда рушится. Но это, опять же, от наплывов в вас. Огромное количество людей играет с русской озвучкой. Вот поэтому... Ну, трудно. То есть есть один способ решить. Эту проблему. Это заказать облачный хостинг. Но это стоит очень больших денег, которые, по-моему, сравнимы со стоимостью озвучки. Поэтому пока, к сожалению, он нам не доступен. Но, опять же... А второй способ, это чтобы Valve наконец-то ее одобрили и встроили уже свой апдейтер. И тогда никакие лаунчеры не нужны будут. Весь эта нервотрепка вся, этот головняк весь этот уйдет. Так, Сергей Царегородцев. Планируете ли вы официально локализовывать другие крупные проекты? Например, Overwatch, которая пока не вышла. И есть ли время для локализации? Ну, это Blizzard-овские игры. С Blizzard, как ни странно, мы ведем... Ну, не то что переговоры, но, скажем так, мы с ними ВКонтакте. И мы высылали им и демо наши. И, как бы, они знают, что мы есть. И они... Ну, понимаете, у таких компаний, у них очень сильные, скажем так, рабочие связи уже наработаны. И, конечно, вот эти рушить рабочие связи никто не будет. Но, скажем так, то, что они про нас знают, это уже очень хорошо. То есть мало ли что-то там... Или слишком много работы, что там вот их студии не справятся. Или, может быть, там какие-то форс-мажоры случатся. А тут мы тут как тут. То есть, как бы, шанс есть. И, в принципе, реалистичный шанс. Что мы будем озвучивать что-то и от Близзарда. Ну, посмотрим. Так-то, конечно, бы хотелось. Виталий Морев. Привет. Хочу просто выразить свою благодарность и сказать, что все молодцы. И те, кто финансирует, и те, кто озвучивает, и особенно вся команда, работающая над озвучкой. Молодцы. Большими буквами. Пи-эс. ВР все же не нравится. И много-много антисмайликов. Виталий, послушайте еще раз ВР, и она вам понравится. Что, это супер. Полина Авдеенко, она просто молодчина, постаралась. Так. Ну, я обещал кому-то подарить ништячок, кто задаст самый интересный вопрос. Ну, знаете, Виталий Морев, обратитесь к Ивану Жемолосному, хоть у вас и не вопрос. Ну, подарим ништячок, хотел сказать. Подарим ништячок вам. За приятные, приятные, теплые слова, которые всегда очень приятно читать. Так, ну, в принципе, все. Я тут посмотрел. Больше вопросов там особо не было никаких. Ну, задавайте еще в следующих там вопрос о сборниках, которые я буду публиковывать. Идем дальше, озвучиваем героев, скачиваем озвучку, играем с ней, рассказываем друзьям, подписываемся на паблик и ждем с нетерпением 9, по-моему, и 10 июля, когда мы пойдем в офис Valve. Так что так. Ну, все, всем пока.